Елена Баканова, приехав на дачу, сразу заметила, что поврежден штакетник. Верный сигнал – приходили гости. Только их на участок никто не звал. Воры унесли железные прутья, пару крышек от бочек и мангал. От него осталось только железное основание. А внутри уже успел поселиться вот такой зверек. Елена говорит – и смешно, и грустно. А этот случай далеко не единственный в жилом массиве. Соседка одна вот по даче сказала то, что в общем чате писали, что ездила примерно в это время Лада Приора и Газель. И, по-видимому, говорит, наверное, они что-то собирали, наверное, металлические изделия. Потом соседка напротив мне сказала, что у них тоже они распрощались с мангалом. Повторяется, достаточно часто, ну, с периодичностью в один-два года. Также преступники приготовили к выносу трубы. Однако их почему-то оставили. Либо их кто-то спугнул, либо решили приехать позже. А может, просто уже не хватило сил. Мы решили пройтись по участкам и узнать, были ли еще случаи кражи. Однако большинство дачников на эту тему говорить отказалось. А вот Виктор Гурылев уверен – его дачу от воров спас крепкий железный забор. В этом году вроде у нас ничего не своровали. А в прошлом году осенью делали облаву. Вот они ходят прямо. На один участок проникли, и через каждый забор уже следующий, следующий, следующий. Все собирают. У многих людей старые ванны. Но сейчас просто сложно сделать. Это нужно в грузовике приезжать. Это уже заметно. По словам экспертов, преступники часто срезают проводку. А вот бытовую технику и мебель крадут намного реже. Существует несколько способов, как уберечь свое имущество. Первое, что следует сделать – поставить надежное ограждение. Одним из лучших вариантов будет глухой забор. Он скроет ваше имущество от посторонних глаз и станет серьезной преградой для преступников. Никогда не вешайте на калитку навесной замок. Он даст понять злоумышленникам, что на участке никого нет. А для дополнительной защиты с внешней стороны забора посадите колючие кустарники. Например, шиповник, малину или боярышник. Если вы надолго покидаете дачу, старайтесь не оставлять на виду железные предметы и инструменты. Ведь они интересуют воров больше всего. Лучше убрать их в сарай или в дом. Также можно оборудовать двери и окна контактными извещателями. А надежнее всего – установить систему видеонаблюдения. Преступник даже не успеет забраться в дом, а вам уже придет оповещение о взломе на мобильный телефон или видеорегистратор. Однако стоит помнить – в это время вы должны находиться неподалеку, чтобы успеть прогнать незваных гостей. В остальных случаях лучше воспользоваться услугами охранных организаций. По словам экспертов, если неприятная ситуация произошла, необходимо как можно скорее подать заявление в дежурную часть полиции. По факту похищения будет возбуждено уголовное дело. Большая вероятность этих дел, что они раскрываются. Опять же, с учетом наличия в наше время массовых систем видеонаблюдений, камер, домофонов – это безопасный город наш, также работает достаточно неплохо. Можно проследить и маршруты злоумышленников, куда не сбыли похищенные вещи. Также можно пойти на хитрость – установить таблички с надписями. На территории ведется видеонаблюдение или «Осторожно, злая собака». Многие воры не рискуют проверять, так ли это на самом деле. И, конечно, дружите с соседями. Попросите их приглядывать за участком в ваше отсутствие.